всем привет добро пожаловать на мой канал записываю подводку на улице очень солнце светит сегодня я вам покажу как мы обрезали наши березы наконец-таки и максим купил измельчитель садовый и мы вот делали вот эту зону то есть у нас часть коры а часть вот это вот мульчан кому интересно покажу чем мы это делали чем пилили покупалась на озоне по моему вот так что все оставлю всем приятного просмотра смотрите наконец-то пришло время подрезать вот эти березы они нам нужны для того чтобы вот соседский дом вот так стоит и получается соком второго этажа но он достаточно близко стоит на забору по нормам но близко и получается со второго этажа а наш участок как на ладони и мы посадили березы чтобы закрывать и вот они сейчас конечно уже переросли вот я мужа долго просил мы думали как как чего сделать и вот наконец-то сейчас я покажу максима покажи какая у тебя пила он купил электрическую пилу вот такая она кстати очень хорошо в принципе вот такие вот у нас стволы березы она берет ну то есть мы верхушки стиле вот одна уже спирены вот дальше пойдем просто у нас вот лестница выше и не поднимается а то меня посмотрите от них очень большая тень на огород падает и получается естественно листвы и много но они мне нужны чтобы закрывать то есть мы и в целях найти когда ветер очень сильный чтобы не завалилась на в общем даже безопасность плане 2 если сильный ветер и либо зимой большой снег чтобы не завалялся не у нас на теплицу не к соседям на дом ну потому что же может быть такое падает на чтоб тебя не зашибу не зашибу отошла аккуратно а отошла аккуратно а собственные дрова вот посмотрите как получилось сюда он не добрался следующие выходные ну вот макс напилил в принципе нормально получилось это учесть что мы самые толстые ветки оставили тоненькие там у нас сложили их в угол участка может быть мы купим станете как измельчитель и будем делать мульчу ну так вот смотрится вот здесь вот тяжело потому что у соседи там дом у нас здесь теплица он боится пока пилить ночи мы пока оставили весь исцарапался наверное на следующем выходные попробуют а может быть иначе на попозже и смотрите есть сегодня у бабулечки купила два пивона у меня таких все нету борзела и разбери сандэй нежно-розовый середина кремово-желтая с яркой розовой шапкой в общем посмотрим надо будет их посадить но здесь я думаю вряд ли он будет свистеть они здесь как-то подсохли вот так что это не знаю наверное может быть я их лето подержу в кашпо а осенью посажу то сейчас жарко будет боюсь я их сейчас сажать как думаете сейчас посадить или все-таки осенью заказался сюрприз мне был такой вот измельчитель потому что очень много нарезали веток я так вот вот это давай оставим ну то есть не будем вот часть у нас мелкие сжигания а это я говорю ну может быть когда-нибудь у нас появится этот шредер-то измельчитель садовый я правда не знаю насколько он берет толстые ветки ну вот это все сейчас проблендерим и засыпем как раз у нас очень много места где надо засыпать даже цепа по это помяла вот смотрите какой у нас теперь красивый огород мне мама прополола сегодня я вообще терпеть не могу этот полос теперь такая красота сколько у нас 50 литров мешок он отлично вообще хорошо а пойдем ты отнесешь туда высыпем класс ваще потому что у нас там не хватит может быть его здесь потом засыпать а вот сюда а у меня там ну вот вдоль забором то весь пусто а здесь я застилю может быть даже сегодня хорошо ну и смотрите наконец-то у меня дошли руки чтобы это все доделать потому что я заказала вот этот вот материал потом картон мы до собирали то есть мы несколько раз заказывали еду на лучше в большой коробке еще что-то какие были покупки то есть вот большой картон не так просто найти вот я сейчас все застелила тканью закрываю электроды у меня как ну как скобы вот и вот смотрите сейчас я пройду вот смотрите это я кстати елку когда обрезал сюда закинула во всем вот здесь вот кора а вот здесь вот макс уже закинул вот эту вот мульчу они в принципе мульча потемнеет петереет кора тоже она на следующий год она немножко выцветит да в принципе если и так это не страшно потому что ну сама красота вот получается вот здесь вот а с этой стороны сзади тем более кусты разрастутся будет не видно вот максим там вовсю ширы берите ну смотрите я закончила вот сейчас ну вряд ли мы сегодня еще будем блендерить все ну что как же это называется мульчировать короче палки ветки потому что надо подготавливать сейчас будем ужин готовить вот но смотрите мне так нравится получается красота со всех сторон вот и вот там вот будет тоже все красивенько будет минимум но вот сырники знаете где прорастает вот здесь у меня крокусы сидели мускарики но это надо просто про это прополоть а так в основном ну вот там еще сорнячок пробивается но это не так страшно как здесь было все вокруг вот так что мне нравится березу мы тоже вот здесь ветки убрали чтобы она не мусорила вообще бы и спылить но тут получается растение очень сложно сделать пузыри плотник вот поэтому но осенью да тут будет листва на в принципе не так страшно на коре листва она потом будет не видно вот на то что смогу я может быть соберу вручную так уж если уж совсем сильно поэтому так оставим вот у нас очень много гостей так удобно знаете как хорошо да и все сидят в одном месте в тенечке очень хорошо я закажу нашла уже вот под эти качели бежевый матрасик вот и может быть зеленые вот трубы мы перекрасим когда надо будет купить знаете по железу какую-нибудь черную матовую краску либо графитовую тогда это будет красиво в одном стиле под вот эти качели которые яйцо место для тебя да лучше ой какой классный ой какой удобно и до сети ты так здорово на улице жаре и мы плаваем у нас 38 градусов температура воды это очень тепло где на улице вот она летает улетела тихо ты только не смеешь ты у нас точно собачка каждое утро в общем сидим здесь на тусочном месте и в этом году розочка-то у меня цветет но конечно хуже ее очень сильно обрезала так учиться на чем-то заболела об этом вот она лучше лучше она здесь лучше 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 здесь было она тебя она тебя троллит где-то здесь было мы так здорово тут сидим у нас а локации меняются все можно сидеть на кресле в этом яйцезе можно сидеть на качелях у здесь на диванчике очень хорошо сейчас такая жара что в тенечке прям спасает вид тут красивый меня пришел на вал борисе но бы съездить забрать вот вот сюда бежевый матрасик вот ну вот такого цвета я не знаю попал я в оттенок нет но чем если даже будет немножечко отличаться не страшно и вот у нас дверь облупилась и качели они видите зеленую и мы хотим найти где-то такого порошковую краску вот как у нас на на этих качелях покрасить то есть покрасить дверь чтобы она была черная что он уже вся он выцвела и и начала рожаветь и вот это вот основание и тогда будет красиво все да максим лучше весь мокрый тебе нравится тут пришел посидеть а здесь очень удобный материал он такой тип не впитывает легко помыть надо что-то лутся лазит постоянно и по идее матрас тоже должен быть такой с пропиткой вот ну а этот зеленый оставим как он за ну просто мне вообще не нравится зеленый здесь вообще у меня как бы не к месту вот смотрите бежевый пришел естественно сразу видно что зеленый тут не вписывается на бежевые немножечко разные оттенки но в общем то смотрится светленько хорошо у нас очень жарко крупнались на гортензии у меня живите начинает зацветать здесь шапочки побольше а вот здесь шапочки поменьше я ее повыше в этом году обрезала точнее осень не обрезала но пока вот у нее получается шапки поменьше но она хотя бы стоит потому что когда очень большие шапки у нее конечно тут нужна опора пока вот она стоит без опоры вот видите прям столбиками вот сейчас посмотрим на какой же небо сегодня красивая я каждый вечер хожу летом вот и вы здесь вот тоже посмотрите прям видно а видимо хлорозит надо ее подкармливать такие листики то не зелененькие на подкислить надо бедную хосточка начинает зацветать мне кстати нравится ее колокольчики таким интересным конечно мне больше нравится листья у хоста но люблю и смотрят один за одним один за одним как метро сейчас немножечко тут подрезала сливу освободила место для для можжеведника все жду когда он разрастется конечно вот тут забил все темно так вот садик красивый так все разрослось ой какой-то рыбку спугнула лиленьки у меня уже зацветает пиона цвели розочка вот начинает симпатично ёлочка моя так вот эту зону тоже посмотреть хорошо смотрится вишенку я уже съела сладенькую горчат в этом году такой зимой с такой весной очень странно с урожаем вот пиончик тут последние цветают здесь у меня еще будут ирисы так ой не ирисы а лиленьки которые не оранжевые не такие красивые пока что не позднее чем чем обычно вот эти оранжевые не сортовые то есть попозже мне зацветают я надеюсь что будет свести а до бутончики он есть очень красиво когда так все вот тут убрано мужу даже больше нравится вот это отсыпка но мне не нравится вот видите белый забор светлоцепкой мне все-таки кажется что она темном фоне лучше зелень смотрится вот видите на темном заборе на темной корея она светлой все-таки на белом заборе и со светлой щепой все-таки похуже смотрится но это получается безотходное производство но щипая она потом посереет немножечко вот то есть это нормально ну забор я прикрою лиленьки вот здесь вот эти вот у меня обалдеть да каждый раз на меру смотришь вот моя розочка которую в этом году несчастно немножечко цветет и опять на небо красиво я не могу вот тоже метельчатые начинается цветать я их проредила везде хотя все равно получается много оставила ну вот оставлю посмотрю может еще по удаляю то что мы увидите сразу бутончики пошли ой привет привет ты за кем там бежишь то все одно я вам все показала сегодня огурцы сорвала уже сейчас заглянем теплицу огурцы собрала но завтра еще буду собирать огурчики крупные уже подкормила вчера все потому что ведь учет не хватает им закручиваются и либо сюда поход добивает вода но вроде бы тут поливается нормально вот эти томаты растут и не знаю конечно когда они будут краснеть тут меня разные-разные вроде бы и маленькие большие хотя все черри должны быть вот так что это все пошло прямо здоровы пойдем купаться иди купаться ну все я тебя убегаю иди ко мне 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 ко мне все чувствую попой попой Ай, ну вот, сын, возле меня. Зачем? Ко мне. Ко мне. Скажи, я что, дурак, что ли, обиданул тебя? Ко мне. Нет. Ко мне. Два раза ты меня уже обманул, третий не получится. Иди сюда. Ну-ка, сядь. Сидеть. Пойдем купаться. Пошли купаться. Давай. Раз. Два. Три. Рыбы в шоке. Ну все, молодец. 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 Так, смотрите, я еще купила. Вот такую вот скатерть на Валберрис. Мне вот эти свечечки очень нравятся. Они вот включаются. И у них эффект мерцания. Можно, например, вечером зажечь, и это безопасно. Подушки вот красные мы покупали еще в Икеа. Вот. Их, конечно, по-хорошему бы заменить. Но их что-то тут так много. Вот пока нет. Не буду. Вообще в идеале бежевые. Вот. Ну мне нравится, как получается. Все-таки, когда скатерть намного симпатичнее, уютнее получается, да? Все. Так вот все у нас. Сейчас виноград завел. Красивый такой вид. Вот здесь вот арочка получается. Знаете, какой он смешной. То в молодости его было не загнать, а сейчас просто. Максим приехал с Валберис, он там химию для бассейна забрал. Мы вещи собираем. И этот сразу сел, забил место, чтобы, не дай бог, без него не уехали. А я вот поливаю домашние цветы. Все, которые на первом этаже, они на этой... Как его? В общем, в горшках вечно у меня земля вылезает. Я, видимо, много насыпала. В общем, я их вот так выставляю, поливаю. А на втором этаже я уже поливаю так. Вот из лейки поливаю водой, которая дождевая. Зимой талой. И вот им хорошо тут. Вот видите, я всю ее вытащила на улицу. И на втором сейчас пойду поливать так. Вот мы вещи собираем, а Луза уже сидит. Сейчас покажу мне. Что на втором? На втором вот цветочки стоят. Ой. Да я их так плеваю. Надо будет открыть окошко. Субтитры сделал DimaTorzok, Продолжение следует...